Всех приветствую, я Донис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. Давай только посмотреть, церковь уже вернулась к своему обычному распорядку. Проповеди идут. А, он сам себе проповедует. Ну тоже неплохо. Что же, у нас Кент, предлагаю осмотреть его. Думаю, тут что-то интересное по-любому имеется. А вот и трон. Сесть, к сожалению, нельзя. Так, ну для начала откроем точку осмотра. А, уже люстры отремонтировали, смотрите. Можно с того кого-то убить. Интересно, что точка обзора не на вершине креста находится, а сбоку. По-моему, раньше всегда на вершине было. Может, это какое-нибудь богохульство, а им запретили? Вот он, Кент. Город за крепостью. О, у них свой колесей есть. Хм, надо бы туда наведаться и заданица какой-то. Даже два. Не просто Кент, Кентерберри. Ну, Кент такого впечатления не производит, как Лондон. Нужно накинуть капюшон. Зараза. Кончим с этим. Ну, давайте, коли так хотите. Смерти своей. Нет. Ну, давай. Не хочешь? Нет. Скорее сюда. Щитоносец. То есть дерьмоносец. Ах, зараза. Ха-ха. Очень эффективный Шинбяо. Я вот тут, когда монтировал, думал, слишком они позволяют часто пользоваться способностями. Им надо было делать кулдаун для каждой способности. Как в Одиссее было. Вначале было нормально, когда у нас мало энергии. А теперь, когда 4 единицы, можно прямо вот спамить. Одной и той же способностью. Это не круто. О, флютинг. Здравствуй. Как твое имя? Я Эйвор. Из клана Ворона. Любишь ли ты флютинг? Бывает, да. Хочешь помериться со мной? О, нет. Вовсе нет. Это совсем не для меня. Ума не хватает. А вот мой брат, он и правда большой мастер. Флютинг с монахом. А, значит, ты хочешь состязаться? Должен сказать, что мой брат принял обет молчания. Если решишься на поединок, я буду переводить его стихи. Кажется, понимаю. Славно. Боже, какой дурдом. Эй, вы, гляньте, кто нынче пожаловал к нам. Я и рта не раскрыв, гостю трепку задам. Вот его вызов. Примешь ли ты его? Я охотно сражусь с тобой. То есть с ним. Как всегда максимум. Вот, держи. Мой заклад. Ладно. Только помни, поединок не со мной. Я лишь передаю его слова. Хорошо, я запомню. Ну-ка, Эйвор, склонись и смиренно послушай. Даже рта не раскрыв, я порадую душу. И без слов с сопляком я расправлюсь примерно. Даже с помощью брата рифмуешь ты скверно. Вид твой жалок о платье для нищих отрада. А смеять тебя много усилий не надо. Рифма любит меня, несмотря на обеты. Глупость, видно, твою не сдержать и запретом. Ого! Рожа пёсья твоя. Несуразен твой пыл. Я б ославил тебя, только жалко чернил. Право, трудно с тупицей таким промолчать. Роты, правда, не стоит тебе открывать. Превосходно. И я честно свидетельствую твою победу. Спасибо. Мой брат хочет кое-что прибавить. По мамкам пойдёт сейчас. Ты меня победил, и на этом прощай. Честный выигрыш свой. Забирай и ступай. Ладно. Прощайте же оба. Мне кажется, в конце он абсолютно не это сказал. По-любому по мамкам пошёл. А я тут просто всё спихчил. Зараза, я взгляд так и был в конце. Ну вот, пофлютничали. Так, тут ещё что-то есть. Ой, сокровище. И дебильное отмщение ненавижу. Пойдём на стадион. Сокровище без записи собираю. Блин, сколько тут солдат. Да, быть поосторожнее. О, пьяница. Пойдём-ка вместе. Эй, хочешь мёда? Да, пойдём-ка, скорей. Отвлечь внимание, так это на кого-то другого, наверное, выбирать, не? О, славно. Облака и капуста. Надо выпить ещё, чтобы уразуметь их. Мы рядом, вроде. Странно звучит. Есть такое слово? С венкой поговорить можно. Да ладно. Здравствуй, свинья. В Кенте неразбериха. Что так? Без Элдермена нас некому вести. Альфред выберет нового. Уже выбрал. Но кого непонятно. И указ куда-то подевался. Кто-нибудь возьмёт власть в свои руки. И всё будет по-прежнему. Нас поведут, а мы пойдём. Дохлой рыбой. Ногу? Кто потеряет? Я или она? Чего? С кем это он говорит? С Матильдой. Свинья видит будущее. Что за дела? Локи постарался? Нет. Пей. Слушай свинью. Опять наркотики? Ну давай. Люблю я это дело. Странны твои слова, провидица Матильда. Воистину странны. Ничего не чувствую. Ты правда говоришь? Я провидица Матильда. Открыть тебе тайны грядущего, ворон. Под вечным городом, где кровь лилась. Найдёт он плод, что дева сорвала. И ступит на последнюю тропу. Мудра, мудра, свинья. Хорошее сало получится. Здравствуй, свинья. Железо по воде плывёт. Скажи, где ты взял эту поразительную свинку? Рынок. А больше ничего не скажешь? Свинья говорит за нас обоих. Железо по воде плывёт. Хреново, когда за тебя свинья говорит. Легко, как деревянный плод. Железо? Что это за безумие? Поведай мне мудрости, свинка. Кто ты? Искатель? Бродяга? Убийца? Женщина или мужчина? Ты в плаще колдовском. С воронами говоришь. Не знаю, что в этом зелье, но от него мутится разум. Но одно я знаю точно. Я мужчина, блин. Никаких Эйверов женщин. Что ты говоришь? Красный воробей сядет в кукушкино гнездо? Всё, сломалось. Или скорее мой разум сломался. Здравствуй, свинья. Железо по воде плывёт. Легко, деревянный. Боги воскреснут, короли падут. А воронов нигде не ждут. Ладно, пойдём отсюда. То я сам скоро с ума сойду. Со всеми этими свиньями, сумасшедшими, наркоманами. Странны твои слова, провидица Матильда. Провидица Матильда. Так, давайте уже масочку соберём. И пойдём отсюда. Странны. Не, тут не всё так просто. За вратами, а врата-то закрыты. Холера. Загадка. Это тебе не со свиньёй бухать. Ай, ну и ладно. Я думал, тут просто всё. Ещё два события на этой территории. Так, пойдём-ка вот сюда. Маяк Дувра. Там ввод он, давненько на него охочись. Эх, какое прекрасное место, красота, пляж, солнышко. Сиди, отдыхай. Но нам нужно убивать. Блин, очень красиво, посмотрите. Офигеть. Какие места в Англии есть? Я бы сказал, это какая-нибудь Греция. Так, а это у нас что такое? На Як Дувра. Сюда нам и надо. Пол разрушены. Останки Римской империи. Бросай ты куда-то идёте. Это я ногу сломал. Хоть ска со старым шипу не захвати, пока там торчишь. Тут кто-то ползает. Зубы, Йорван Галда, здесь ещё и змеи. Тихо, тихо. Надо бы тебе как-то слезать. Видишь внизу сток сена или ещё что? Прыгать в сток? Перехнулся с такой высоты. Это верная смерть. Нет, мне конец. Останусь и ждать смерти здесь. Ну, а соседов спасало. Это кто там застрял? Мой брат. Высматривал старого шипуна. Говорят, коли ухватишь его за хвост, сбудется любое желание. А что с твоей ногой? Растянул, видно, когда полез его спасать. Жалкая мы парочка. О, пойдём мы его спасать. А ось ничего не растянем. Зараза. Тихо, надо бы тебе как-то слезать. Видишь внизу сток сена или... Прыгать в сток? Дорекнулся с такой высоты. Это верная смерть. Нет, мне конец. Ты не сделала это. Боюсь ты не отважен. Так, сначала стрелы. Так, не зря тут эта штука висит. Но сначала поговорим. Я помогу, но странно, что такой здоровяк боится высоты. И змей. Сам не знаю, как он меня всё время в такое втягивает. С ним проще согласиться, чем переубедить. Он у меня в печёнках сидит. Лезь туда, Арне. Пошарься в волчьем логове, Арне. Съешь красный гриб. От родней радости и печали бывают поровну. У меня тоже есть брат. А твой так же подкладывает тебя смерть и впасть при любой возможности. Давай, помогу спуститься. Сам ему всё и выскажешь. Рассказать, что я чувствую моему брату? Лучше уж мне змеи весь зад искусают. Сюда. Тут как-то высоковато. Сверху ничего нет? Сверху что-то есть. Лестница. Аккуратно. Карта сокровищ. Сюда. Ещё один ползучий демон меня поджидает. Хвост змея. По холму не зная горе, змей ползёт с огнём во взоре. Стар как время мудрый гад. Взгляд искрится, в пасти яд. Тот, кто хвост его поймает, получит всё, что пожелает. Змей улетит на склоне лет, оставив белой кожи след. Но как? Там стук сену вроде был. Как в него попасть? Да, я учлел, братец! Учитесь. Лохи. О, титан. Где он там, целевший? Сколько кровища, офигеть. Да, я учлел, братец! Такой обшар подавись. Благодарю. Хоть он никчёмный трус, за помощь спасибо. Не за что. Ну, а о какой истории шла речь? Что за шипун? Сказки. Кто схватит старого шипуна за хвост, тот получит всё, чего пожелает. Я читал схожую историю в манускрипте. Там, в башне. Пусть она принесёт тебе больше удачи, чем нам. Может, ты решишь загадку змея. Прощай. Да усыпет один твой путь богатствами. Счастливо. Берегите друг друга. Ведь хороший брат лучше любого сокровища. Видишь теперь, дубина? Уж так ныл, так стонал. А дело ты было плёвое. Следи за языком, а то волкан скормлю. О, нет. Что у тебя с ногой? И вправду сломал? Нет, растянул. Но посмотрел бы я, как бы ты без меня справился. Даже по лестнице спуститься не мог. Хныкал как младенец. Ох ты, какие тут статуи. Непростое место. Так, сколько у меня артефактов? Уже семь, но, по-моему, там больше надо было. Это последний раз семь было. Это раз не четырнадцать ли? Место прикольное. Осмотрись вокруг. Классная локация. Неужели тут больше ничего не будет? Как они рисуют, посмотрите. Как они локации делают. Замок вдали. Просто офигеть, как всё это выглядит. Тех, этот ублюдок уже далеко уехал. Ну ладно, пошли последнее задание сделаем. Интересно, что это за змея такая? Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Здравствуйте, проклятое место. Надо его очистить от скверны. Холера, сколько костей, черепов. Черепа гигантских птиц, кстати. Тиродактиля, видимо. Дурные грибы. Ангел-разрушитель. Ох, люблю я его. Нет, дела очень плохи. Очень. Нормально. Ча похорошеет. Нужно только перетерпеть. Терпи, мужик. Смотри-ка, ты не похорошела. Так, а вон и эта гадость сверху. Как же туда попасть-то? Видимо, надо куда-то залезть и стрелять туда. Кто же эти гнусности-то делает? Найти бы этот орден. Эш, я бы их очистил. Эш, я бы их очистил. Гадкая птица. Помните, мы лесных детей встречали? Погоди, вот поймаю тебя, как стукну прямо по клюву. Гадкая птица. Что случилось, малышка? Мамино кольцо. Я вытащила его, чтобы посмотреть, а птица украла. Почему кольцо было у тебя? Его одолжили. Мама велела вернуть назад. Но теперь оно на дереве. Мне туда не залезть. Так, птичье гнездо. В смысле, она же сразу сказала, я взяла у мамы кольцо. Эйвер спрашивает, почему она у тебя оказалась? Его одолжили. Странно все это звучит. Видимо, с переводом не парились. Извинения. Прошу прощения за сломанную лестницу. Моя дочь залезала на нее, чтобы посмотреть на гнездо Ворона. Это было очень опасно. Рядом стояли сосуды с горючим маслом. Лестницу пришлось сломать. Ведь стоило мне убрать ее, как моя дочь доставала ее снова. И сломали, когда она тут уходилась? А, лестница туда. Понятно. Теперь не так просто туда попасть. Может, я как-нибудь смогу сбить гнездо с дерева? Эээ, спасибо за подсказку. Из гнезда что-то выпало. Эээ, я гнездо разорил. Эээ, ты, убери руки, это моя вещь. Мое кольцо, отдай его мне. Ты мать этой девочки? Мачеха. Кольцо подарил мне муж, а падчерица украла. С тех пор, как я вышла замуж за ее отца, с ней столько мороки. А ведь я всегда была к ней добра. Я думал, кольцо ее матери. Но та умерла. О, может, кольцо и впрямь было ее. Я не знала. Муж подарил тебе кольцо мертвой жены? Мы бедно живем. Нельзя отвергать дар доброго сердца. Он хороший человек, я люблю его. Но его дочь меня не полюбит. Пока не смирится со смертью матери. Ну, вот дела. Отдай кольцо девочке. Это память о матери. Может, тогда вы со временем подружитесь? Ты мудр, незнакомец. Тяжело отдавать его, но так будет справедливо. Прошу, верни кольцо ей. Ты смотри, как она легко на это пошла. Ну, видимо, потом все равно отберет. Кольцо твоей мамы у меня. Впредь, будь аккуратнее. Нужно беречь то, что нам дорого. Я видела, как ты говорил с мачехой. Мерзкая змеюка. Она пыталась забрать кольцо? Нет, просила вернуть тебе. Будь с ней ласковей. Она желает тебе добра. Наверное. Надо будет спросить маму. Тогда прощай. Такие у них страсти тут. Да, непростые отношения. Сложно ладить отношения с ребенком в такой ситуации. Стань моими глазами, Сюнина. Так, ну все, мы тут все задания выполнили. Все события. Можно теперь и в набег сходить. Ха. Все же, тут больше не будет заданий. Не, все-таки полетели сначала. Поговорим с Рандви, завершим главу. Глубокое погружение, кстати, готово. Еще какое-то задание появилось. Это, видимо, ивент новый. От Юбисофт. Надо зайти и будет тоже глянуть. Дай взгляну на товары. Надо костюм улучшить. Хоть он не полный, но все равно. Цепь можно тоже улучшить. Интересное оружие. Надо будет еще с ним походить, попробовать. Короткий меч, кстати. Я им почти не пользовался. Окрывавленный весь такой. Также остался окрывавленным. Изозубренный. Ты смотри-ка. Весь никель потратил. Я думал, у меня уже очень много его. Все. С другой стороны, я уже такое все ненужное прокачиваю все подряд. Мне уже пора. До встречи. В бою это пригодится. Ох, неплохо смотрится, посмотрите. Красотища. Красотища. Так. Где же он? Где же Сигурд? Сигурд... Сигурд жив. Но с тобой его нет. Как так? Так, только не сейчас. Мне нужно Крандви. Ты не нашел его, да? Признайся, Эйвор. Скажи нам правду. Мне нужно Крандви. Отойди. Немедля. Не нашел. Потому что и не искал. Я вижу тебя насквозь, Эйвор. О, да. Ну так сразись со мной. Эйвор, ты один? Боюсь спросить, что стало с Сигурдом. Я не нашел его. Безумица в фулке. Она ускользнула. В Сусекс с ним. Нам нужны войска. Наши союзники. Напомни о их клятвах мне. Нужно действовать, пока не... О чем ты, Эйвор? Крандви, она пытала его. Долго. Отрубила ему руку и оставила нам. Боюсь, его ждет смерть. Медленная. Боги. Да уж. Теперь уже точно понятно, что Сигурд не вернется. Таким, каким он был. Ему не быть уже главой. Значит, получается, Эйвор будет главным. Я думаю, в этот момент он уже точно осознал. Отдохнуть надо. С Дагом мы еще не закончили. Надо не забыть на бег еще сходить. Новое письмо. Приглашение. Эйвор, старик Гедрик не хотел, чтобы его проглашали элдерменом на официальной церемонии. Но я убедил его, что это на благо Шира. Король Кельвульф почтит нас своим присутствием. Если ты тоже сможешь прийти, уверен, Гедрик будет очень признателен. Тенхольд. Да, будет интересно повидать короля Кельвульфа. Каким он будет после смерти сына. Будет ли у него злость на Эйвора. Эйвор! Эйвор! хреново будильник я хотел сети головы посмотреть где они там висят только голову оленей а где эти волки это мне не снится похоже нет стой брат волка покончим с этим давно пора дак давно пора дак лучше просто уходи я не такой как ты я не бегу от ответственности и не гонюсь за славой я всегда поддерживаю свой клан очень долго я стоял с тобой плечом к плечу веря в мудрость сигурда ведь я разделял его убеждения он приказал делай как скажет эйвор и я делал подчинялся тебе даже когда был не согласен и и чем это кончилось мы остались без ярла без цели а ты носишься по всей англии как бешеный заяц ты мог поговорить со мной наедине так но теперь поздно ну и ладно я все для себя решил слушайте все я сражусь с айвором за право вести клан до возвращения сигурда уйди прочь дак не будем биться насмерть а иного выхода и не может быть но я попробую конечно это как-то смаслить но мне кажется тут без вариантов нет правильно принять вызов я конечно понимаю что это современная игра там пытающийся учить доброму но тогда по-любому принял бы он вызов ну попробую ладно ты сошел с ума что ты несешь так это глупо хватит но расступитесь на так и думал ну давай ублюдок толку бы не зашибись ну что ж ты почему волк здесь стоит а он сильный идешь путем глупца дак лучше остановись как же ты трусишь ничего я сделаю все быстро жалко у пчелки а приходит вручный меч мне нравится классная штука и выглядит круто и принуждай меня к этому отступись щит кинула два топора ярость кайберсерк зараза оба прыгнули лишь того что придется сделать неужели ты не видишь в этом нет ни капли чести тебя научил ты вытащишь его досуха и бросишь у меня зря ты не прислушался ты идешь путем глупца дак лучше остановись как же ты трусишь ничего я сделаю все быстро тебя хватит изгнания уйдешь будешь жить хватит куда что же у меня нет выбора нифига себе он же кичал ты мог бы подождать мог пойти со мной ну ты глупец дак видишь до чего дошло заткнись 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 но он медленный и уди меня и 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 я бы не стал разточать жалость на этого дуральнее он меня вынудил да дерзость карается смертью ты сам так сказал ты дал ему все что он просил и хватит с него ведь в моем чертоге героев для слабости места нет он сражался за то во что верил это ведь хоть что-то значит Мы даже Ивару топор дали. Дагу по-любому дам. Я так понимаю, по-любому он погибал. Единственный выбор с топором. Все по домам. Я все сделаю. Ну идите же! Даг обвинил меня в предательстве, в том, что я нарушил клятву. А это, это мой ответ ему! Я скажу вам всю правду. Никто, никто не ждет Сигурда больше, чем я. И вы это знаете. Все вы! Пускай я переверну весь Уэссекс вверх дном, но найду его! В этом я вам клянусь! Я клянусь! Я его найду. К вам вернется ваш Ярл. Обещаю. Да, он же Калека, он же не Ярл. Но вернуть его надо, конечно. Каким бы он ни был. Так, ты умер, как и жил, с гордостью. Не могу гневаться на тебя за это. Я скучаю по твоим историям, друг мой. И помню их все. Теперь его истории не будет, когда будем плавать. Блин, хреново, конечно. Да, мужик, конечно, харизматичный был, но дурной. Ой, дурной. Не любил Нейвера. За это и поплатился. А это все назревало. Давно надо было уже разрешить этот вопрос. Прекрасное умиротворенное место. Можно поговорить с Дагом. Интересно, что с тобой теперь? Осталось ли что-то от твоего храброго духа? Так, ну что, напоследок прокачаемся. Просто банально прокачиваюсь. Никаких способностей. И можно, я думаю, уже идти на ведьму. Ну, ладно, еще немножко докачаюсь. Там вроде 300 уровень просили. Или даже 350. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.